Помощь спортсменам, только лыжные палки и уверенность в собственных силах. Добежать до небес, так называют скайранеры цель своего маршрута. А если более приземленно, то финиш на пике Большого Боруса. До него еще нужно пройти по извилистым тропам, преодолеть Курумы. Опытные спортсмены берегут силы. Впереди самый тяжелый отрезок дистанции. Солнышко, хорошо, но это снизу смотрится. Но нагребнет ветер, пурга, снег, мало приятного. Трасса длиннее здесь. Погодные условия. Ветер начинается, когда к вершине подходишь к Большому Борусу. Надо с ветром бороться. Более 20 километров в гору за 2 часа 16 минут. Лучший результат у скайранера из Красноярска Григория Дубина. Обычный турист такой маршрут проходит за 4-5 часов. Григорий говорит, передышки были очень редкими, бежал без воды на внутреннем резерве. Походу обогнал несколько судей, которые шли на свои контрольные пункты. Владимир Гунько уже на финише, наверху уже бегом бежал впереди меня, чтобы засечь время. Первые места на этот раз достались спортсменам из Красноярска и Иркутска. Финалисты отправятся в мае покорять Эльбрус. Такова награда красноярских организаторов Кубка. Скайранеры из Хакаси держались хорошо, но выше пятого места не поднялись. Хочется занять какое-то призовое место, отличиться, то есть показать людям, чего может вообще человек, чего может достичь. Ребята говорят, для подготовки к таким восхождениям скалы не нужны. Можно заниматься даже в степях Хакасии. Необходима только небольшая горка и хорошие тренеры. Однако таких наставников в республике, по всей видимости, пока нет. Татьяна Стефаненко, Новости, 7-й телеканал.